Поэтому, что первое нужно знать про Ницше? Он всегда не однозначен. Вы не можете сказать, я прочитал этого Ницше, значит он так считает. Мало ли что он там считает. Он пишет... По большей части вопросов Ницше считает очень похоже, начиная с самых ранних своих работ, заканчивая самыми последними. У нас есть колоссальное количество тем, в которых Ницше, в общем-то, всегда достаточно однозначен. ...метафорами. Эти метафоры всегда... Интересно, Лемон вообще читал Ницше? Потому что метафорами Ницше пишет не так уж и часто. Ницше довольно понятно и открыто рассуждает на тему многочисленных, в общем-то, вопросов. Метафоры встречаются иногда, взорота встречающие, чем везде, но то, что Ницше всегда пишет метафорами, это кринж, это неправда. Острые, всегда агрессивные, всегда они ироничные, то есть они содержат, знаете, такой немного агрессивный пафос. Это метафоры или не метафоры? Потому что иногда Ницше, ну прям буквально говорит там, я не знаю, вот эти вот социалисты, хуецосы там, например. Ну не прям так, но вполне понятно об этом рассуждает без каких-либо метафор. Я плохо отношусь к социалистам, потому что там вот это, это и это. Я плохо отношусь к эволюционистам, потому что они не поняли, что то-то, то-то и то-то, соответственно. Ницше очень часто, в большинстве даже случаев, вполне однозначен. Чтобы не быть голословным, мы сейчас возьмем, откроем текст, генеалогия морали, и попробуем отыскать там метафору, метафору. Но если он говорит о Ницше, рассуждая только у Назаратустри, значит, он не читал Ницше и не знает его. Кстати, относительно непосредственно афоризмов Ницше, они не единообразны. Там цепочки афоризмов, которые друг с другом связаны неожиданно. Кто мог подумать? Созерцание появилось на Земле сначала в замаскированном виде, с двусмысленной репутацией, со злым сердцем и часто запутанной головой. В этом нет никакого сомнения. Неактивное, высиживающее, невоинственное, в инстинктах созерцательных натур долго окружало их глубоким недоверием. Против этого не было другого средства, кроме решительного возбуждения страха перед собой. Здесь хоть одна метафора. Я просто не знаю, где есть иные сказания. Вот, например, абзац, в котором Взратустре Ницше сравнивает человека с алмазом. Это да, это действительно метафора. Но в большинстве случаев он чуть ли даже не прямо пишет. Однажды я обратил внимание на смущение Гесиода, когда он выдумал последовательность культурных эпох и пытался их выразить в виде золота, серебра и меди. Он не умел иначе разрешить противоречия, которые представляет чудный, в то же время столь ужасный, столь насильственный мир Гомера, как сделал из одной эпохи две, которые он поставил одна за другой. Ни одной метафоры здесь нет. Ни одной метафоры. Да, просто рандомное предложение. Давайте. Вуп! Еще одно рандомное предложение. Достигается это частью тем, что издруг мести вырывается объект злобы. Частью тем, что на место мести становится, в свою очередь, борьба с врагами мира и порядка. Причем власть частью изобретается и предлагает сделать. Ладно. Ни одной, видите, ни одной метафоры. Дальше. Стоп. Давайте. Нет. Не будем останавливаться на этом. Волю к власти не берем. Подъебутся. Давайте веселую науку возьмем. Возьмем, блядь, веселую науку. Я хуй знает. Просто. Опа. Вы не слышали ничего о том безумце, который среди бела дня затветил фонарь, выбежал на рыночную площадь и принялся кричать «Я ищу Бога, я ищу Бога». Но вокруг стояло много таких, кто как раз не верил в Бога. Потому что они его подняли на смерть. А поэтому они подняли его на смерть. Ну, это притча, да, действительно. Первая притча за все это время, заметьте. Здесь тоже, кстати, притча. Вторую нашел притчу здесь. Давайте сюда. Веселая наука здесь действительно поинтереснее. Торговля и аристократизм. Умение покупать и продавать считается нынче с тот же обычным делом, как и умение читать и писать. И теперь все поднаторели в этом искусстве, справляются с ним не хуже любого торговца. Ну, блядь, я просто бесконечно можно. Там 90% произведений того, что Нитша написал, там с точки зрения вот такой вот, я не знаю, метафоричности, там ничего нет. Нитша очень часто писал прямо. Достаточно прямо, чтобы мы могли его понимать и понимать его идеи. Лемон, ну, я не знаю, не читал, наверное, Нитша, неинтересного, возможно. Сильный человек, это человек, в котором бурлит сила, могущество, энергия. Он имеет достаточно там серьезные и творческие показатели, и силовые показатели, и прочие такие. И, ну, это такая чистая мощь. Почти хищник, почти лев, почти, не знаю, там, орел. Обычные люди, это обычные люди. Они в среднем слабые, они держатся группами, они не индивидуалистичны, они коллективны. И вот в такой вот мирный, спокойный. Мне кажется, Лемон слишком буквально некоторые вещи воспринимает. Опять же, да, вот где у Нитши есть метафоры, так это в описании, в кавычках, сильного человека. Сильный человек, это не обязательно сильный, да, слабый, не обязательно, ну, прям вот, слабый. Сильный человек определяется здесь действительно скорее интеллектуально, культурно, с точки зрения творчества какого-нибудь, да, способности создавать, созидать. А слабый человек определяется через неспособность созидать, на самом деле. И Нитши вводит очень интересное понятие, понятие рессентимента, наверное, вы слышали. Что такое рессентимент? Это зависть к успеху. Это очень важно, что Нитши вообще считает, что основание морали современной, это буквально одна эмоция, это эмоция рессентимента. Ну, рессентимент в этом плане не вполне является одной эмоцией. Проблема термина рессентимент, наверное, заключается в том, что он вмещает в себя достаточно большой диапазон эмоций. Мне кажется, Нитши это вполне осознавал. Знаете, мемчик такой есть в интернете, в котором у вас есть куча разных вещей, там, зависть, злость, ненависть, там, еще какая-то хуйня сверху, 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 да, куча всего. И справа, типа, стоит поклонник Нитши, который называет все это рессентиментом. Приблизительно оно вот так вот у Нитши и строится, на самом деле. Это слишком такой, ну, такой абстрактный феномен рессентимент. Тут важно подметить, что этот список, он может быть вполне себе не таким четким, потому что господин это все же еще агент, который сам из себя создает ценности. То есть он не берет чужие. Я вот тут действительно заметил, что самое важное, что господин сам из себя создает ценности. То есть Лемон здесь набросал кучу всякой хуйни про яхты, не яхты и прочее говно, да? Нет, в принципе, для господина яхта может быть ценностью, а может и не быть, на самом деле. И в этом тоже имеется определенный, в общем-то, ну, смысл. В этом и разница между человеком толпы и, соответственно, господином. У господина есть выбор между ценностями. Он может его проявлять как угодно. Он может быть бедным, он может даже не стремиться к богатству. Но у него есть точки выхода воли к власти, получается. Он не, соответственно, не смотрит на какие-то другие авторитеты. Он просто настолько, вот в нем много могущества, что он своими действиями задает ценности. То есть ценности, это исходит то, что он буквально из его индивидуума. Да, и это главная его характеристика. Он является создателем ценностей. Все остальное вторично. Там уже какие ценности он создаст, такие создаст. То есть, если мы будем перечислять, что все его ценности обратны ценностям обычного человека, типа, быть развратным. Да нет, блядь, на самом деле не обязательно господин будет развратным. Но если ему захочется, он будет. Вот. Если ему захочется, он будет. А если не захочется, он не будет. Он может быть даже вполне так себе моногамин. Он может быть вообще нейтрален к женщинам. То есть, да. Мы не можем определить ни сверхчеловека, ни сильного человека. С точки зрения того, насколько он полигамин. Уровень полигамии ни в каком смысле не коррелирует со сверхчеловечностью человека. Соответственно, да. И с его силой и так далее, и так далее, и так далее. Потому что вы можете проявлять свою власть по-разному. Философию, например. Создавать ценности. Создавать учения. Создавать целые миры, которые так или иначе проецируются на мир. И позволяют. Ну, то есть, тоже, да. Вообще, в принципе, Фуко потом раскрывает нитшанскую идею похожую. Как вот интеллектуальная деятельность, как власть. То есть, когда вы захватываете чужие умы. Когда вы с ними работаете. Когда вы, собственно, указываете им, что делать. Когда вы ими управляете. Вот. Тоже интеллектуальная власть может быть. То есть, вы можете быть абсолютно нейтральны по отношению к полигамным всяким вот этим телочкам. Вот эти, они вам могут быть не нужны. Вы можете быть вполне сверхчеловеком, который говорит. Я уже присытился, преисполнился. Там, я побывал во всех этих мирах. Да, или как это там. Да что мне эти твои женщины, яхты, срачки. И так далее, так далее, так далее. А, то есть, ни богатство, ни, собственно, ни количество половых партнеров, ни какие-то другие материальные критерии в конечном итоге не определяют вот этого сильного человека. Он может их получить. Он может сделать их ценностью, а может не сделать. И в этом его разница между человеком толпы. Человек толпы имеет те ценности, которые ему навязали. И все. При этом, на самом деле, ценности, которые навязали этому человеку толпы, они могут быть тоже разные. То есть, да, понимаете, о чем я сейчас пытаюсь сказать. То есть, мы можем оказаться в полигамном обществе, где полигамные взаимоотношения являются абсолютной нормой. И они хороши для всего общества. Только полигамные отношения, они говорят. В таком обществе сверхчеловека, скорее всего, можно было бы определить даже скорее сверхчеловека, там, не знаю, сильного человека. Мы здесь не как синонимы это говорим, а через запятую. Мы можем его определить даже скорее по некоторому критерию, что он не поступает так, как поступают остальные. Вот. Вот принципиально важно. Но если он поступает так, как поступают остальные, это не значит, что он не сверхчеловек. Тоже важно подметить. Потому что, а вдруг он создал такие ценности для себя, что, конечно, маловероятно, но мог бы он попробовать, которые похожи на те ценности, которые создают вот эти вот обычные люди. Тут, допустим, он для себя понял, что он не хочет иметь много половых партнеров. Вот в обществе не принято иметь много половых партнеров. И он для себя такой тоже, я не буду иметь много половых партнеров, но жена пусть будет там готовиться и так далее. Похуй. Похуй пусть. Нейтрально, неважно, пусть будет. Вот. А все остальное, но это не будет его определять как сверхчеловека тоже. Ну, вот как-то вот. В полигамном обществе он может быть одноженцем, так скажем. Вполне, почему бы и нет. А может и не быть при этом. И здесь Лемон, он как бы через запятую перечислил такие качества, которые не являются атрибутами сверхчеловека, и в конце перечислил то качество, которое являетесь сверхчеловека, высшего человека и так далее. Мы можем здесь свободного ума. Многие вещи, которые Ницше говорит, мы можем чуть ли не через запятую перечислять. И иногда даже говорить о том, что это очень похожие понятия, которые друг с другом пересекаются. ...дуального господства из его силы. Вот, это вот ценности, исходящие из этого. Мораль рабов, которая справа, это мораль, основанная на ресентименте. На ресентименте. И она, получается, является просто переворачиванием вот этих ценностей. То есть, напишем здесь ценности со знаком плюс, а здесь, ну, раз отрицание, то ценности со знаком минус. Ну да, Ницше здесь немножко, кстати, прокололся скорее, и Ницше надо немножко переинтерпретировать, потому что вот это вот переворачивание, ну, просто есть некоторые общества, в которых, ну, например, полигамия разрешена. Есть общества, в которых скромность не почитается. Ну и более того, тут важно еще понимать, что в разных сообществах все происходит по-разному. То есть, есть, например, вполне так себе военные сообщества, которые абсолютно религиозные, абсолютно бессмысленные, абсолютно глупые, но при этом у них, ну, они воевать готовы, они готовы умирать, еще много чего делать. Так что здесь тоже. И они, например, не тщеславные, да, они, например, там, не хотят кучу яхт. Они готовы быть бедными и воевать, например. Потому что у рабов тоже есть сила. То есть, рабы это сила, но как бы другого типа. То есть, это сила со знаком минус. Это реактивная сила. То есть, реактивная сила от этого силы не перестает быть. Это просто сила не героическая, а именно такая абузерская, рабская. Кстати, слово героическое тоже довольно важное. Оно впервые прозвучало в этой лекции. И оно принципиально важно, потому что сильный человек это прежде всего герой. То есть, вы смотрите на персонажей мифов, это они. Это они вот эти вот сильные люди. Это не какой-нибудь там зажиревший афинский какой-нибудь богач, который там сидит на своем троне из говна и денег и такой, ооо, я крутой. Не-не-не-не-не-не-не, это прежде всего герой. Это вообще очень мифологическая фигура на самом деле. Откуда Нитши берет образы всех этих персонажей сильных и в том числе образ сверхчеловека, на мой взгляд, ответ очень похож на то, что он берет их из мифологии. Вообще, да, он с Вагнером долгое время дружил. Вагнер, вы знаете, какие, в общем-то, оперы писал и о ком, о каких персонажах, о Зиквиде, например. То есть, воспевающих героев Вагнера вполне в этом плане, да, такой вот последователь романтизма. Ну и Нитши, здесь у него с Вагнером было очень много общего. Не, ну то есть, да, вполне может быть разбогатевший раб. То есть, позиция раба, она заключается прежде всего в том, что он не может порождать свои ценности. Он безоружен. Он богатеет не потому, что он желает, в общем-то, создавать свои ценности. Ему эту ценность внушили. Мы можем внушить ему ценность быть богатым. Легко. В современном обществе все такие. У нас куча народа, которые хотят быть богатыми. Нахуя? Нахуя ты хочешь быть богатым, друг? Вот зачем? Вот зачем конкретно кто-то там из вас хочет быть бано богатым? Единственный ответ правильный, чтобы задонатить Шадову миллион рублей, потому что Шадов знает, что с этими деньгами делать. Потому что у меня есть там, у меня есть гигантский проект. Я могу его реализовать. В меня можно вкинуть бесконечное множество денег. Я их все смогу употребить. Я знаю, что делать с деньгами, да, как их творчески преобразовать. У меня есть такие ценности, которые я из себя, например, создаю и которые я могу ретранслировать бесконечно долго, в бесконечном количестве произведений, в бесконечном количестве разных систем, в том числе социальных и так далее, так далее, так далее. Но когда обычный человек получает для себя кучу денег, что он с ними делает? Давайте подумаем. Яхты, тачки, срачки, телки, гигантские дома, по которым ходить просто невозможно. Зачем? 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 Да, непонятно. Я, кстати, думаю, что если бы я был мега богачом, вот вы бы мне сейчас дали кучу денег. Я бы оставался жить в этой квартире, скорее всего. Ну вот, мне она нравится. Она вполне ничегошная, на самом деле. Ну, может, домик небольшой бы себе построил. А все остальное, оно пошло на мега какие-то цели, средства и так далее, так далее, так далее. А обычный человек, у него нет цели и средств, которые превышают его собственное банальное благополучие. И, так скажем, американскую мечту. Американская мечта, это вот то, что внушается рабу для того, чтобы он, ну, соответственно, следовал за ней. Вот когда он ее догонит, он уже не знает, что дальше будет. Он как, знаете, как вот этот вот пес из Бэтмена, из Бэтмена, вот Джокер, как говорит, я пес, который гонится за машиной. И я не знаю, что будет, когда я ее догоню. Вот, соответственно, вот он как-то вот так тоже бежит за этой машиной. А когда он ее догоняет и кусает, да, его качество жизни, конечно, росло на протяжении долгого времени. Но в определенный момент у него становится столько денег, что качество жизни-то дальше уже не растет. Вот, то есть, да, ну, то есть, ну, одна телка, две телки, три, пять, двадцать, тридцать. Ну, блядь, хуй, нахуй, пошли нахуй, телки, заебало. Яхта, одна, две, три, двадцать, тридцать. Блядь, нахуй мне яхты. Дворец в Геленджике. Ха-ха-ха, шутка. Дворец, соответственно, да. Еще один дворец. Второй, третий. Ну, блядь, куда? Я не могу по ним уже столько ходить. У меня ноги, у меня дворцы, блядь, больше, чем ваши города. Нахуй мне это вообще нужно. Мне это вообще, это даже, это даже вот тут не помещается в голове. Зачем мне это? Я не могу даже обойти все свои владения. То есть, зачем я их приобретал? И люди богатые нередко разочаровываются. Почему? Потому что у них была самоцель достигнуть этих богатств. А за этой самоцелью не стояло ничего. И в этом проблема, да. То есть, у нас ведь куча богатых людей, которые, в принципе, рабы по своему составу мозга, которых убедили в том, что есть самоцель добывать деньги и быть очень богатым. Но они, блядь, а! И кто, у кого-то получается схватить это богатство, и... А нахуя я его схватил? И что? Ну вот, что бы что? Вот у меня машина дорогая, ну, блядь, нахуя она мне? Вот что я с ней сделаю? Это, на меня, 10 машин, 20, 30. Нахуя в итоге приходит? И зачем это? И многие люди разочаровываются, да, действительно, в богатстве. Просто потому, что они изначально подходили с точки зрения морали рабов. Которая вот, она не творческая. Очень важно Ницше много говорить про творчество, потому что раб сам свои ценности не создаёт. Он... Да. Ну, поэтому вообще одна из центральных тем в Ницшанской философии – это творчество. Потому что это центр, это буквально определяющая черта создания своих ценностей. Создание своих ценностей – это самая высшая форма творчества. Вот как бы я это отметил здесь, да. Как я обычно говорю, создание философии – это высшая форма творчества. Да, это почему? Потому что философия, в том числе, о ценностях. Там онтология, метафизика, эстетика, и в том числе, этика и аксиология. И гносиологии имеют место. И всё это создание ценностей. Гносиология – создание в том числе ценностей в области познания. Онтология – создание ценностей в области такого вот мира запредельного, непосредственного и так далее, так далее, так далее. Здесь мы всё можем рассмотреть как создание определённых ценностей. Ну, и непосредственно из всего этого, из онтологии, гносиологии, эстетики и многих других вещей следуют, в общем-то, все остальные ценности. То есть, формально философ – это тот человек, который по большей части свои ценности сам и создаёт. По крайней мере, Ницше это замечает во многих десократиках. Вот эту черту создавать самому своей ценностью. Да. 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 Продолжение следует...